Все эти куклы, машинки, зайчики и собачки родом из советских времен, когда игрушек у детей было совсем немного. Их берегли десятки лет. Они помнят и слезы, и радость своих уже взрослых хозяев. И несмотря на то, что большинство экспонатов уже потерлись и износились, их по-прежнему любят и очень трепетно к ним относятся. Ведь друзей не предают. Вот, например, заяц по имени Заяц. Ольга прижимает его к груди уже около 40 лет. С ним не разлучены несколько поколений ее семьи. Четверо сыновей спят только в обнимку с плюшевым зверьком. Видимо, потому, что у него есть душа. Имеет очень большую судьбу, потому что он испытал на себе все тяготы моего взросления, выбора моей профессии. То есть, когда я хотела быть, допустим, преподавателем, он смиренно учился, читал книжки. Когда я хотела быть, допустим, мамой, я его кормила. Когда я хотела быть шведей, я его обшивала. Когда я хотела быть доктором, я колола его уколами. Таких игрушек с большой историей здесь около 60. Самый старый экспонат – вот это детское пианино, которому уже почти полвека. На нем играл еще дедушка-воспитанника этого детского сада. А эта машинка, которая когда-то была куплена за 25 копеек, пролежала под шкафом целых 34 года. Сейчас она – настоящая семейная реликвия. Машинка была куплена в 1982 году, когда маме одной из девочек было 3 года. Бабушка и дедушка купили новую мебель. Вы знаете, эта мебель, когда была от стены до стены, она очень была большая, передвинуть ее было очень сложно. И когда собирали эту стенку, мама, играя, эту машинку поставила в гараж. И когда родители начали переезжать, через 34 года эту машинку нашли, поэтому она очень новенькая эта машинка. И, конечно, она очень дорогая. Крокодил Гена и Чебурашка знакомы каждому советскому малышу. Современные дети тоже к ним тянутся. Играют на гармошке, как сам крокодил Гена, и танцуют у прохожих на виду. Хотя выбор у них сейчас гораздо больше, чем был у мам и пап. У меня есть большая кукла. Нам ее отдала бабушка. Я с ней играю, я за ней ухаживаю. Я всегда переодеваю ее утром и укладываю ночью спать. Я люблю в нее играть. С каждым из экспонатов этой выставки связано множество теплых воспоминаний о детстве. Это не просто куски пластика и ткани. Это настоящие друзья, которых бережно хранят десятки лет. Так что этого зайку Ольга точно не бросит. Его с нетерпением ждут дома маленькие дети, уже выросшие хозяйки. Алина Штоколова, Павел Патрилицын. Новости.